Всем привет, друзья! С вами Алла Риэль, и сегодня мы в первом рейде чертоги сдерживания. Так, пока я еще хзы. Что вообще здесь происходит сейчас? Дадим бафы. Ух ты, блин. Лужа, конечно, мощная такая, я что-то не совсем уверен, что стоило бы к ней подходить, да, к этой луже. ДПС там у ребят, я смотрю, лихий. Ага, ясно, в общем, просто перебегать. Но с этим мы справимся. Так, минус 1. Ну окей. Так, минус Рагуль, который как раз был в топе по ДПСу. Молодец. Так, аккуратненько. Еще бы очень хотелось бы посмотреть, что ж с него там падает на нас. Но я думаю, что лучше, наверное, это сделать после того, как мы убьем босса, а не во время битвы с ним. Ничего себе, я даже на третьем месте по ДПС. Ничего себе. С учетом того, что я с синими кинжалами пришел на трехсотый уровень. Но это как-то прискорбно. Ну, а уже меня откинули. Недолго я продержался. Но ничего, посмотрим. Так, по всей видимости, отойти нужно от него. Ох ты, блин, лупит оно, конечно, лихо. Ай-яй-яй. Блин, не видно вообще. Чудненько. Оу. А, мы просто приехали, да? Уровень максимальный, продолжаю сбор. Ну, а у меня откатилась вендетка. Нужно подойти поближе. Берегитесь. Нужно подойти поближе. А что ж такое поближе? Куда ж поближе тут везде эти лужи? Не достаю слишком далеко. О, того разбойника все-таки Бернули. Берегитесь. обновляем отлично а второй разбойник очень я смотрю похож на нас очень похож тем что у него тоже ретро кинжалы ретро одежка такая заточная как у нас прикольно хотя тоже в муте возможно это для нас наоборот плохо так как будем делить с ним шмот нам болта не шмот триста сороковые ну давайте глянем надо он ему привет можешь плиз уступить пояс у него вроде там все равно 370 ему от этого не холодно не жарко нужно подойти монка ли кто они тоже разбойник один кстати даже не видно и ладно давайте почитаем опа круто спасибо все нацепили так а мы можем еще посмотреть кому там еще что дропнулось может иди чё-то наделать весь комплекс привет можешь плиз наступить тринк чё глянем может мы и тринк все так дроп ним привет нет жаль да , слушайте да тут такие взрывы блин honorary нам еще дропнулась тканька о том Триня, которая прям вообще не подойдет мне. Как бы я не... Ух ты, ё-моё. Так, ну нет, так нет. Это было бы вообще прям фантастически, если бы нам еще и три не уступили в первом же рейде. Ладно, давайте про рейд хоть почитаем, где мы находимся. Находимся мы с вами... Удильдири. Так. Находимся, собственно, мы с вами в Удильдири. Я так предполагаю, это крыло чертоги сдерживания, да, одной из первых. Итак. Тысячелетия назад Титаны в стремлении постичь природу своего известного врага построили эти подземельные лаборатории, чтобы исследовать племенных существ, изучая энергию бездны, с которой были связаны древние боги, и выявляя ее слабости, они надеялись найти способ нейтрализовать ее. Они жестоко заблуждались. Лаборатория была запечатана, чтобы заточенные в ней ужасы никогда не вырвались на свободу. Но теперь печати сломлены. Окей, талок, да, это... Ага, ну, собственно... Или талок. Первый этот босс... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не хило так. Чуть я не помер, пока тут читал. Протокол в небесекции запущен. Три, два, один. Вау! Эм... А как так-то? Три, два, один. Что-то пошло не так, да? Ну, ладно. Три, два, один. Три, два, один. Итак, собственно, талок. Хранитель титанов. А хранители титанов создали бесчисленные системы для обнаружения и предотвращения несанкционированного проникновения в комплекс. Талок, самый мощный из сторожевых големов, тщательно выискивал любые признаки порчу в округе и безжалостно ликвидировал признаки... Ааа, ликвидировал обнаруженные отклонения. Но, по прошествии многих тысячелетий, его внутренние системы начали давать сбой, и он сам стал жертвом порчи. Печалька, собственно, что с него? С него кисти, аксессуарчик, ну и поясочек, который мы попросили у разбойничка. Что здесь? Ооо, ну и здесь, смотрите, здесь кинжальчик бы на нас. Вот это было в космос, потом ноги и кольцо, да? Окей. Я так предполагаю, босса три, да? Да. Ну вот, непонятно, победите Зеквоза. Кто такой Зеквоз? А, вот, Зеквоз Глашатай. Понятно. Как он выиграет? Ох, нифига себе. Ой-ой-ой-ой-ой, ну тут, конечно, кинучись. Такие жуки, да? Ну окей, Зеквоз Глашатайн Зотта. Вскоре после раскола на нетронутые берега Зандалара прибыли темные вестники, намеревавшиеся подчинить воле Зотта новое племя. Зеквоз был готов на любые посулы, взятки, лезть, моральное разложение или даже убийство, но никак не ожидал встречи с защитными системами Ульдира. Зеквоз был пойман, изучен, разделён на части и помещён на хранение в архивы Титанов, где я ожидал удобного случая для побега. Походу его тут... Хотя хрен его знает, на что его там разделили. Что с него? С него пояс получше, кстати, чем мой. Ступни и опять же колечко, да? Ох, тут гун, конечно. Так, стопэ. Чё там дропнулось? Ох. А может мне разбойничек уступит? Нет, не уступит ему, он тоже надо, блин. Чёрт, плохо. Вы не убили эту Погонь сразу? Почему? Гура, да? А ну, где этот товарищ Гура? И как? Много вы поняли? Ага, он уже надел. Кошани, да-да-да-да, они. Так, Капро. Капро, Капро, Капро. Где у нас Капро, товарищ? Ща посмотрим. Во, Капро. Беги, малышка, беги. Привет. Можешь уступить кольцо, пожалуйста. И покончим за разы Гууна, раз и навсегда. Поглядим, может. Уступит. В принципе, оно ему 300 лет не надо. У него всё и так крутое. Беги, малышка, беги. А мне не помешает. Я не знаю, я слишком легко. Нужно подаяться поближе. У меня нет цели. Нужно. Нужно. Не свезло с колечком. Ну а кинжальчик этот товарищ уже, я уверен, что нацепил на себя, хотя нет, а почему он не одевает-то? Тисфаль, да? Да, это он. Хм, странно. Айди должен был бы одеть сразу, всё-таки у него хуже гораздо. Ой, ну вот это вот я походу зря отдал на него виндетку. Блин, ну ладно. Ну вот я даже стан действует, надо же. Беги, малышка, беги. Ох ты, блин. Беги, малышка. Раздача и хая была. Так, а что мне может... Ох, какой аксессуар-то. Куда дальше? Ого. Всё серьёзно. Надо сделать, а ёпта. Здоровые парни. Так, по всей видимости мы уже крайне близко подходим к боссу, я так предполагаю. А-а-а, ну вон он, наверное, стоит, да? Хотя, что-то... Тракси-крушитель. Но чё-то... Чё-то я тут не помню такого. Митракси-крушитель. Ну да. Все видимости так и есть, потому что 5 лямов слишком быстро мы его уничтожаем. Но я думаю, сразу после уничтожения его появится кто-то посерьёзней. Чудно. Ой-ой-ой, наверное, лучше ко мне отойти, потому что... Ох ты, ё-моё. А вот, собственно, и зэк в босс. Чё-то. Ой, БЛ-ка пошла, я без... Без вендетки. Печальненько, что-то делаешь. А ничё-ничё, прорвёмся. Три, два, один. Е-мое, пустил момент. Давай. Самое время обновить. Так, пошла вторая фаза. Сейчас, рянем, что тут у нас на второй-то фазе будет ждать. Так, ну что, пока чисто такой зерг, да. Зергаем его, и ничего интересного-то как-то и не происходит. На каком я, в общем, месте? О-о-о-о, на пятнадцатом, это жёстко. Пятнадцатое место, это, конечно, прискорбно как-то. Не, ну что-то это как-то прямо вообще скучно. Просто зергать моба. Даже как-то тяжело боссом-то называть. Просто зерг жирного моба, не более того. Берегичес. Так, ну осталось там всего-то 20%. Я так полагаю, эти молнии то ли рандомно как-то пробивают. Сфера там вроде в РДД рядах. Так, и того, у него там осталось совсем чуть-чуть. Получай. Ух ты, что-то дропнулось, но не из шмоток. Так, друзья, ну а на сегодня это всё. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok